всем привет сегодня 16 февраля на улице мороз прямо вообще обжигающий такой ну а речь сегодня пойдет у нас наши зимние теплички которые существуют уже три года лица сделано из двойной пленки то есть наружу идет пленка внутри воздушная прослойка 10 сантиметров и снова идет пленка пленка это светлится она очень высокого качества гарантия на нее четыре года теплица у нас построена на фундаменте утепленным пеноплекс то есть ростверк утеплен и монолитная плита утеплена ну то есть не не плита там просто песок у нас получается с этой стороны северной у нас зашито железом также все это утеплено то есть вот это сама тепличка показала себя ну на 5 плюсом баллов то есть по самой технологии строительство никаких вопросов не возникает вот так вот наша теплица выглядит внутри здесь температура сейчас порядка наверно 20-25 градусов включено освещение то есть освещение мы пробовали разные варианты абсолютно вот вот эти обычные лампы до которые сделаны полу полностью по периметру как новогодняя елка до какая-то они работают на зелень они работают на помидоры они принципе на все работают кроме огурцов огурцам не хватает этого освещения и для огурцов необходимы газоразрядной лампы это дна от лампы эти огурцы посадили мы где-то три недели назад и вот смотрите насколько они уже выросли но про огурцы почему мы так поздно посадили это вам уже расскажет маша непосредственно я больше по технической части здесь внизу у нас уложен пеноплекс по периметру пеноплекс на пеноплекс мы положили теплый пол сверху засыпали песком кирпич земля все этого для грунта более чем достаточно но для того чтобы прогреть само помещение необходимо следующая система фанкойл ну это самодельная система то есть в принципе в мире существуют обогреватели теки которые то есть всегда включает элемент ну как типа радиатора у машины и плюс вентилятор нагревает но я решил проект спины проэкспериментировать и сделал немножко по-другому изначально у меня здесь стояла всего лишь одна батарея за которой стоит вот вентилятор и он получается выдувает все тепло которое сюда поступает система отопления из дома это было ну прямо на пределе она работала в самый-самый мороз за этого было маловато то есть на следующий год мы сюда добавили еще одну батарею сейчас здесь очень комфортно то есть можно держать ту температуру которую тебе надо у меня сейчас здесь все состояние вроде все плодоносит но есть тут небольшие заросли назовем это все своими именами поэтому давайте вместе с вами сейчас приберемся но вам приятного просмотра ностальгии для всех скучающих огородников скоро сезон присоединяйтесь вместе с вами подергаем сорнячки субтитры сделал DimaTorzok Девушки Девушки близко Продолжение следует... 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 вот опять на крест на желтели уже немного освободила место здесь у меня была вчера кинзу я убрала там петрушка здесь был укроп все это убрала во первых начнется сейчас уже много рассады вот там вот я уже начала перебирать перцы буду сегодня замачивать и будем с вами сажать ну и у меня тут вот плющелистые пеларгонии герани они из года в год тоже переезжают с улицы сюда здесь просто на зимовку они в любом случае цветут и весной еще раскидаю по разным кашпо то есть из одного сделаем три соответственно у нас будет из этих 9 и вот это вот молодая поросли десятая один перчик потому что перец ну видимо тоже не хватало до светки и вот он только-только начинает набирать свет там я смотрю уже завязался перец мало кто ест это фьюджи маленькие перчики в теплице тоже хорошо себя чувствуют здесь у нас базилик здесь у меня посажены еще свеколка листья уже иногда добавляем в борщ молодые листочки руккола сменяю постоянно вот такой вот рядочек где-то наверное раз пару месяцев мы убираем сижаем новый также луковички всякие разные некондиционные которые начинают уже расти мелкие так вот по две-три штуки вот тут у меня специально выделено место под лук вот они даже корешки еще остались вчера убрала сегодня сажаем новые вот этот базилик у меня потом поедет в летнюю теплицу прям вот мы его просто выкопаем такими корнями куда посадим уже будет большое крепкое хорошее растение уже пустом не будем ждать когда она нарастет меня всякие удобрения но это больше для цветов от вредителей какая-то вот такая вот рабочая корзиночка которая мне тут иногда помогает многие еще считают что зимняя теплица это дорогого удовольствия действительно это удовольствие не самых дешевых потому что его нужно обогреть его нужно осветить и только тогда ты получишь какой-то результат ну ребят ну давайте сравним допустим с рыбалкой с охотой другими какими-то любыми увлечениями это я вам скажу это будет не дороже чем съездить на рыбалку это будет не дороже чем съездить на охоту это просто кайф когда вот на улице очень-очень холодно на улице зима и ты такой сюда заходишь вы не представляете здесь какой запах так вот полной грудью вдыхаешь вот этой какой-то весенне-летний такой аромат но это того стоит я вам честно скажу еще очень большой плюс вот этой теплички что здесь мы выращиваем полноценно нашу рассаду то есть этой теплицы не нужно торопиться и высаживать рассаду пораньше потом ее досвечивать потом бегать с окошечка на окошечко солнечную сторону переставлять здесь мы выращиваем всю нашу рассаду это еще и такое прекрасное помещение где у нас растет хорошая крепкая рассада благодаря солнечному свету и вот это вот микроклимат здесь весной уже не такая большая влажность но и осушитель воздуха конечно спасает то есть прям вот для рассады здесь потрясающий микроклимат идеальное утепление стен это пеноплекс другого варианта вообще быть здесь не может так как бывает повышенная влажность и пеноплексу это не страшно абсолютно по отоплению я вам уже рассказал это вот радиаторы тоже идеальное решение по досветке вот эти светильники которые у нас сейчас есть мы их будем немножко еще дорабатывать просто не хватает рук времени то есть уже может быть можно сказать что это самоделка для кого-то это может показаться дорогим удовольствием дорогим хобби но хобби оно на то и хобби поэтому кто-то тратит на своем хобби гораздо больше личка приносит нам практическую пользу круглый год зимой мы получаем зелень мы получаем огурчики мы получаем томаты весной мы здесь выращиваем рассаду которая растет крепкая здоровая не занимает место дома на подоконниках что тоже очень важно летом мы используем ее как летнюю теплицу и под конец лета мы начинаем готовиться к зимнему периоду времени и здесь у нас зиму наши растения наши цветочки для нас это тоже новое такое увлечение в плане функционала каждый год мы что-то меняем меняем что-то добавляем что-то убираем и с растениями из технической точки зрения такой процесс достаточно увлекательный любите и уважайте свое хобби позвольте чтобы она была в вашей жизни а если это хобби еще и приносит практическую пользу это двойне приятно всем спасибо за внимание удачи пока пока